Здравствуйте! С вами АйТей и я, Настя Варюхина. Сегодня в выпуске. Как работа мозга убережет ваш автомобиль от угона? Вы познакомитесь с серьезной платформой для настоящих геймеров. Четыре компьютера и одна мышь. Мы расскажем, как все это можно объединить. Порубим в капусту вампиров освещенным цепком. Компания Яндекс не стоит на месте и вслед за Google запустила поиск по картинкам. Весьма полезная функция. К примеру, когда у вас есть снимок архитектурного сооружения, но вы понятия не имеете о его названии и месте расположения. В этом случае можно загрузить фото с ПК или копировать электронный адрес изображения прямо в поисковик. И вы сразу получите описание объекта, а также сайты, где о нем можно узнать подробности. Работает функция по фирменной технологии Сибирь на основе электронного зрения. Фото переделывается в набор визуальных слов и по ключевым элементам, таких как границы объектов, в контрастной области происходит отсеивание среди миллиарда изображений. В результате пользователю выводятся варианты, максимально схожие с оригиналом. На чужой движок не раздевай роток. Ученые, работающие в области биометрики, придумали безотказную систему защиты автомобилей от угона. Идея построена на излучении человека мозговых волн. Они, как сетчатка глаза и отпечатки пальцев, индивидуальны для каждого человека. Автомобиль, оборудованный сканером мозговых волн, сразу определит, кто сидит за рулем. При отрицательной идентификации даже самый хитрый угонщик не сможет угнать такую машину за 60 секунд. Он вообще не сможет ее угнать. Не воспользуется отцовской машиной и хулиган-подросток. О случае несанкционированного доступа сразу будет сообщено в милицию. По мозговым излучениям можно судить о самочувствии или алкогольном опьянении водителя. Для работы такого устройства шоферу придется носить головной убор, оснащенный биометрическими датчиками. Это малая плата за сохранность автомобиля. Сколько у тебя на компе-оперативке? 128. Мегабайт. Терабайт. Не удивляйтесь, это еще не все фичи новой материнской платы RimPage for Black Edition. Начнем с дизайна. Черный цвет добавляет агрессии, а ломанные линии – элегантность всей конструкции. Но чего вы хотели, это же Asus. Тут нет компромиссов между дизайном и производительностью. Теперь о технической стороне. Базой для платы стал чипсет Intel X79 с сокетом LGA2011. 8 разъемов для памяти DDR3 обеспечивают вышесказанное число оперативки. 4 видеокарты, установленные в разъемы PCI-Express 3.0, позволят разорвать графику любой современной игры. Плата оснащена сетевым контроллером Gigabit Ethernet, Wi-Fi и многоканальным звуковым кодеком. Для подключения устройств есть 8 портов USB 3.0 и 6 портов USB 2.0. Помимо всего имеются разъемы PS2 и eSATA. Дата выхода пока не оглашалась. Но копить деньги на новинку стоит уже сейчас. Ведь за такое оснащение придется раскошелиться. Дело было вечером, делать было нечего. Сотрудники Microsoft по собственной инициативе разработали программу Mouse Without Borders. Ее назначение объединить несколько компьютеров под управлением одного комплекта мыши и клавиатуры. Программа позволяет обмениваться файлами в один клик, редактировать настройки и прочее. Наладка системы не займет много времени. Установите программу на один из ПК и получите специальный ключ-барьер от несанкционированного доступа. Затем проделайте то же самое с другими компьютерами, вводя уже полученный код. Система может связать до четырех машин. Главное, чтобы они подключались в одну локальную сеть. Продолжаем знакомить вас со свеженькими портами консольных хитов на ваши любимые персональные компьютеры. ПК-хейтеры, конечно, могут назвать это объедками с барского стола. Но опустим этот факт. Новенький Total War им все равно не достанется. Итак, на днях компьютерную аудиторию порадовали выпуском последней Castlevania. Причем это первое косывание, которое посетило за долгие годы компьютеры. ПК-версия отличается от консольных, как всегда улучшенной графикой и всеми вышедшими ранее дополнениями. А теперь о самой игре. Перед нами в геймплее на плане типичный такой приключенческий слэшер с головоломками, лазанием по стенам и схватками. Тут откровений не ждите. Но после двух часов игры тебя уже из-за ушей не оттянешь. Ты с упоением наблюдаешь, как Габриэль на всех парах мчится спасать мир и воскрешает свою жену. Мчится через леса, болота, деревни, величественные замки. Крошит на своем пути вампиров, оборотней, троллей и прочих порождений тьмы. Дизайн уровней просто потрясающий. В середине игры ловишь тебя на мысли, что делаешь уже 50-ый скриншот, а готов сделать еще минимум столько же. Особенно хорошо удался Ванкирский замок. Такие уровни надо вносить в учебники по дизайну и гейм-дизайну. Ну а довольно-таки интересный сюжет с сочными персонажами точно украдет у вас 25 часов жизни. Ну а великолепная концовка настраивает нас на то, что вторая часть будет еще в пару раз лучше. Наслаждайтесь! 369 тысяч рабочих трудятся на фабриках Samsung, в то время как на Apple работает всего 72 тысячи человек. 300 миллионов долларов заплатила Google, чтобы стать поисковиком по умолчанию в браузере Firefox. Место для съемок нашей программы предоставляет ресторан 19 Floor Project. 19 Floor Project. Выше только небо. Помните, технологии меняют наш быт, но не меняют наши идеалы. Вы смотрели IT. С вами была Настя Варюхина. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok